Продолжение следует... Всем, наверное, известно, что китайская традиция к искусству отношений уделяет очень большое внимание, является максимально изощренной во всех своих проявлениях в попытках прагматического обретения пользы. Из всего, к чему она соприкасается, но надо подходить ко всему этому, имея в виду, что китайская традиция в первую очередь обладает целостным сводом медицины, то есть знаний о том, как устроена организмика человеческая во взаимодействии с этим миром. И описывает она медицина китайская традиционная в первую очередь ценна тем, что она имеет в себе целостный свод знаний о том, как устроено тело, о том, как это тело взаимодействует с внешним миром, как оно взаимодействует с самим собой, как по нему течет энергия, как эта энергия меняется во времени у каждого человека. И знания о времени на самом деле представляют собой квинтэссенцию традиционных китайских знаний. Я когда говорю о том, что нужно вообще, чтобы быть китаеведом, а что нужно знать китаеведу, я говорю о том, что китаевед, для того, чтобы вообще понимать Китай, должен обязательно знать хорошо трактат «Желтого императора» о внутреннем, это главный медицинский трактат, он должен знать устройство и описание календаря и гадательных практик, совершенно обязательно, потому что гадательные практики – это технологии работы с календарем в первую очередь. И если ты не работаешь с гадательными практиками, практиками прогноза, то знания будут пустыми. И дальше он должен знать, конечно, книгу «Переменка» как технологию работы с сознанием, как технику, описывающую вообще устройство сознания. Понятное дело, что все слышали о том, что есть дао любви. Это по-китайски называется «фан чун шу» или «искусство внутренних покоев». Фан – это комната, джун внутри, шу – искусство. Ну, нечто, что там за закрытыми дверями происходит. Все знают, что есть некие даосские техники, где через Саиде тоже там гоняются какие-то энергии. Но надо сказать, что само понятие «любовь» вообще в китайской традиции, которое переводится из иероглифа «ай», «айшан» полюбить, о, «айшан». Оно очень малозначимо. То есть не воспевается любовь нигде в традиционных китайских текстах, так, чтобы прям кто-то восхищался. И я с этой точки зрения, думаю, о чем говорить, вот я хочу привести такой рассказ небольшой из романа «Трое царствие», где любовь используется чисто для политических целей. И очень это характерно для Китая. Там есть такая история про дяо-шань, так такую, дяо-шань, значит, наложницу, даже не наложницу, а певичку, которая жила в доме Ван Юния, который был высоким вельможей во времена Трое царствие. А время было такое сложное и тяжелое. Там периодически захватывали при императоре всю власть, и очередной такой был мужчина по имени Дун-Джо, который, значит, сильно узурпировал власть. Настолько что император, в то время, когда Дун-Джо появлялся, дрожал, значит, и боялся, что с ним сейчас всю эту историю закончат, его правление вместе с его жизнью. И он был очень жестокий такой человек, очень большой, полный, грузный. И во многом власть его базировалась на том, что он привлек на свою сторону, купил, по сути дела, такого сильного очень воина, которого звали Люйбу, который был его главной силовой такой опорой, на которой держалась власть, и поэтому никто даже не смел рыпнуться против него. И никто не знал, как избавиться от этого Дун-Джо, потому что он всем стоял поперек горла, а он просто там грабил, насиловал, в общем, как-то. И был невероятно сладострастен. И вот однажды Иван Юнь, вернувшись с очередного какого-то унизительного присутствия при дворе, значит, придя к себе домой, стоял, глядя на луну, и рыдал от того, что он не может ничего сделать, значит, ибо высшей любовью всегда почиталась любовь к стране, значит, вы об этом, китайский. Значит, и что он ничего не может сделать, и что рушится императорский дом, который существовал 4 века практически, там, со 2 века до нашей эры, а это время, там, 90-е годы уже 2 века нашей эры. И тут услышал он, что кто-то там шевелится в дальнем углу беседки, и увидел, что это его 18-летняя, 20-летняя, в общем, она называлась, у него певичка, она была приемная в доме, сущность жила, которая была обучена мастерству пения и танца. Танцевала, пела, но он к ней обращался как с дочкой, и она ему сказала, что там, Владыка, я настолько люблю вас, и настолько я благодарна вам за все, что вы для меня сделали, что не удастся, ну, никакая, даже смертью я готова с собой пожертвовать, только ради того, чтобы сделать для вас что-то, чтобы снять ваше напряжение эмоциональное. Значит, и он тогда, глядя на нее, он вдруг понял, его прорубило, и он говорит, ну, все, слушай, ты не понимаешь, что судьба царского дома, императорского, ханского дома, ханши, в твоих руках. И он, значит, придумал, это стратагема, она входит в 36 стратагем, она называется Ляйхуанзи, значит, стратагема, или двойного круга, такой обусловленный. И он, значит, зная, что вот эти вот два основных персонажа, Дунчо, вышеназванный, и Люйбу его, этот главный силовик, невероятно охочет женского пола, значит, у Дунчо там какие-то сотни, значит, барышень, он там все просто увидел, что там достойно шевеления в эту сторону, забирал сразу там, не спрашивая документов, и пользовался этим по мере необходимости. Такая любовь у него была к жизни. Ну и Люйбу тоже там, ну и были, это же были такие, как полигамные образования у богатых людей, то есть было всегда много там жены, какие-то старшие, младшие. Это совсем не то, что Гарем, китайская такая организация этих историй, потому что в подавляющем большинстве обычный народ был моногамным, там обычный дом, муж, жена, детки там и так далее. Ну вот как только появлялось какое-то хозяйство побольше, то там же неизбежно как-то оно все прирастает. Просто китайцы, они все время легитимизировали то, что происходило само собой. Ну то есть вот это вот, все вот эти вот служанки, дворные, кто-то еще попадался, они все просто получали какой-то статус, который определял их, следовательно, еще и права. То есть само собой там управляла всем главная жена, там были какие-то там следующие жены, потом шли наложницы, и служанки, они тоже были частью семьи, которые тоже рожали детей, и от них могли быть законные наследники. Как-то пытались разбираться с реальностью этого бытия. И Ван Юню, этому очень мудрому человеку, который уже был в годах, он вдруг понял, хотя я хочу обратить внимание, что вот это вот проявление, собственно говоря, этой самой Дяо Чхань и было высшим проявлением любви для китайского сознания, которая сказала, я готова пожертвовать всем ради вас, готова пойти абсолютно на все. А вот у этих двух персонажей, у Дунжо и у Люйбу, с любовью как-то было по-своему, потому что Люйбу предыдущий, у него был некий такой приемный отец, названный отец, Бяо Фу такой, которого он после того, как Дунжо прислал ему богатые дары и самое главное, коня богатырского, по имени Красный Заяц, Чит Ху, который там запомнился, с тех времен его помнят не меньше, чем Люйбу, потому что он потом стал конем Гуань Юя, великого Гуань Ги, обожествленного в китайской традиции. Значит, он когда увидел коня, он говорит, я на все готов, что ж такое? А ему, которого парня прислали, значит, он говорит, слушай, ну тебя здесь не ценят, ты даже коня нормального нет. Он говорит, да, 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 значит, слушай, я готов вот ради этого убить любого, значит, а этот, который меня не ценит, мой приемный папаша, так я его готов убить, значит. Он говорит, так ты убей, что ты, собственно говоря, ты прояви свой героизм. И тот этого приемного папашу убивает и уходит в Дунчо, так у них по любви сложилось. И тот говорит, ну я тебя тоже беру в приемные сыновья, и берет вот уже предыдущего приемного папашу, убившего себе в приемные сыновья. А в китайской традиции мир строится на резонансах, и невозможно, сделав действие, не получить ответочку через некоторое время в нужном цитле, собственно говоря, как и любовь тоже. Значит, и Ван Юнь тогда понимает, что вот единственный ход у него возможно решить, значит, эту историю таким же самым способом. Он засылает Люйбу первым делом 18 огромных редких жемчужин, какой-то драгоценный меч, на что тот приходит к его благодарить. Значит, и дальше уже простраивается конструкция с любовью, значит, в какой-то момент очень точно подобранный, появляется, где-то там мелькает по ходу дела, это Дяо Чхань, который, он говорит, это моя приемная дочь, значит, и тот, конечно же, ослепленный ее красотой, начинает ее тут же желать, всяко хотеть, и тот говорит, я вижу, это, конечно, было бы счастье, если бы, увы, у полководец согласились взять в жены себе, там, наложницы, ну вообще, зачем вам надо, там, вот эту мою недостойную терновую колючку, значит, давай, он говорит, так я вообще, вообще, о чем больше не мечтаю, значит, любовь с первого взгляда возникшая такая, он говорит, так я вам ее, вот мы давайте выберем теперь благоприятный день, я выберу и пришлю вам ее, и она пусть уже у вас живет, там просто у них все решалось с юридическими этими подробностями всего этого дела, значит, и этот счастливый возвращается домой, а уже всячески, вот там, вот это в уме себе представляет все эти радости жизни, на другой день, Дун Чжо, значит, встречается с, опять этим, Ван Юнем, мудрым, который говорит, что вот пригласил его к себе в гости, что вот у меня есть там, что вам тоже подарить, приглашает, и опять появляется девушка, это, значит, прекрасная, только если она в прошлом раскладе сходит из вне вовнутрь, то здесь она сходит изнутри, вовне, из внутренних покоев, она проходит вовнутрь, значит, и этот же тоже, конечно же, видит такая красота, как же ее можно пропустить, он говорит, так, слушай, это моя наложница, ну там у меня служанка какая-то, ты забирай ее вообще, типа, что тебе это здесь, это долго ждать, это говорит, о, такой хороший пир, и ты такой хороший, слушай, вообще, и стану императором, ты у меня будешь вообще главным самым, значит, он ее забирает, уезжает, и все, и больше он там несколько дней не выходит вообще там, значит, он там разбирается с этим вопросом, вот, в той области, где находится в западной традиции и секс там, и прочее, и утихи, значит, из спальни не выходит, ссылается, что он больной, а, значит, этот, Люй Бо встречает Вань Юня и говорит, слышь, старый пень, ты что вообще творишь, и где баба, в конце концов, у меня любовь, значит, я же замуж, он говорит, да ты не представляешь, вот твой приемный папаша, значит, деспот и тиран, заехал ко мне в гости, увидел ее, просто силой увез, я пытался ему сказать, что я, а он меня и слушать не стал, и вот тут, следовательно, начинается, между ними вступает самый мощный, вот этот, вот, путник любви, сопутник ревности, значит, вот это желание обладать единолично, многократно, и съесть потом еще, и вот это все уничтожить навсегда, только мне, значит, эту историю, но все это кончается, конечно, плохо для Дун Джо, все простраивается таким образом, что, конечно, он приемного папаши в любви, ну, все это устраивается, потом драматургия обязательно делается, для этого его вызывают, он потом уезжает, но там есть очень важные слова, по этому поводу вообще, вот опять по поводу государства, по поводу страны, там есть очень важные слова, посрединке, у него были умные советники, у этого самого Дун Джо, потому что вообще, Промитиль всегда был в Китае, силен только своими советниками, и больше ничем, и вот он ему говорит, значит, тот на него уже рассердился, он его застал, чуть не убил этого своего, значит, приемного сына, как куда-то отдалил, и тот говорит, ну, послушай, ну, что ты ему, ну, отдай ты ему эту бабу, понимаешь, что она тебе нужна, ты себе еще сто возьмешь, понимаешь, типа, а вот героя ты себе, вот ни за какие коврижки ты больше не получишь, типа, проявил, и тот понимает, что, в принципе, этот советник-то его прав, как таковое, но вот ослепленный этим вариантом, он таки говорит, ладно, я ему вот еще и коня одного подарю, еще и денег, да, мы прощу его, что он там вообще покусился на мою, это вот добро, имеется в виду, на мою барышню, значит, и уезжает куда-то там у него специальное загородное имение, где он резвился со своими крошками постоянно, и, как следствие, потом его вызывают обратно с темой, что император уступает тебе престол, ты приезжай, и, в общем, все у тебя уже хорошее, и он приезжает, и прям заходит принимать престол, там его в куски и рубят, в общем, сразу же, и первым этот Люй Ву, приемный сын, значит, привычный в практике убивания приемных отцов, его мочит, а надо сказать, что про эту, и забирает первым делом он на свою эту, Дяо Чхань, значит, и они уезжают куда-то там дать, что там длинная история, потом через 30-50 глав убивают этого Люй Ву, значит, заканчивается, но там она где-то при нем есть, и больше не возвращаются к этому моменту, вот этот вот момент, собственно говоря, в этом романе, который посвящен, конечно же, государству и стране, вообще, как страна, существует, как она достигает своей силы, как она уходит, вот эта история, она для так называемого дзюньзи, все эти истории, и они вторичны, более того, я еще раз хочу подчеркнуть, что в традиционной китайской психофизиологии, которая представлена там, в первую очередь, трактатом «Желтого императора» и какими-то другими трактаторами, все эти вещи описываются, и в даосской традиции, надо сказать, что во всех этих случаях, тоже понятие любви, как таковой, оно практически не присутствует, то есть иероглиф этот самый «Ай», он, по-моему, в Дао-де-дзине его нет ни разу, значит, ни у Джуанзи, ни в каких-то таких вот реально высших даосских трактатах, он не случается, не встречается, потому что вот это вот так называемое чувство, которое возникает, это есть, оно, по сути дела, другого характера и другого свойства, вот все, что в тебе вот это вот загорелось, не в легитимной, не в обрядовой форме, оно никого не интересует, это порог и разврат, по сути дела, это распутство, и распутство это есть то самое главное, что уничтожает истинное, что уничтожает истинные связи между людьми, и, собственно говоря, так же, как и на пути достижения бессмертия в этой области, и на пути построения порядка в сообществе, всегда оценилась в первую очередь способность останавливаться, то есть по-китайски в дао-де-дзине эта фраза, значит, встречается, джи-джи-джи-фу, знать достаточность, это есть богатство, знать достаточность, только надо понимать, что иероглим знать, он одновременно подразумевает не просто результат обретения неких сведений о чём-то, он подразумевает одновременно и умение, одновременно он подразумевает некий тип действия, то бишь усилие духа, которое проникает в территории до сих пор не освещенной разумом, то есть знание – это способ совершения усилия, и с этой точки зрения познать друг друга, я думаю, что тоже имеет место значение именно это же, то есть обретение, это не обретение знания, то есть знание не обретается, знание вот в этом смысле, это есть лишь следствие некого действия, которое ты или умеешь делать, и поэтому иероглиф джи-знание, он подразумевает и знать, и уметь одновременно. Так вот, знать богатство, джи-цзу, знать достаточность, уметь осознавать достаточность и уметь делать это усилие по тому, чтобы быть в достаточности всегда в любой точке твоего бытия, на это есть богатство, это есть благо. Понятие богатства и блага – это иероглиф, который переводится обычно как «счастье» в китайском языке, значит, благополучие, как таковое, то есть и это есть счастье, потому что интересно, что понятия счастья тоже нет. Кстати говоря, понятие «оргазм», а женский тоже в Китае никогда не рассматривался как таковой, значит, и описывалась эта история лэ-дзива достижения предельного состояния радости, и оно могло в любой момент достигаться, сколько угодно длиться, там, если умели. И вторая часть фразы «знать то, что достаточно это и есть счастье, благо и богатство» звучит «джи-джи» – знать, как останавливаться. Останавливать знания, может быть. Это есть знание. Быть способным остановиться в этом своем познании. И, по сути дела, это есть некая метаметодология, которая описывает и те правильные действия в любого рода взаимодействии самого себя со своим телом в познании этого мира. То есть в традиции этих самых внутренних школ боевых искусств, тай-джи-чюань, ну и вообще любых, по самом деле. Мастер – это тот, кто способен в любой точке своего движения замереть. В любой точке. Неважно, на какой скорости он двигается, где он находится, там, на кончике пальца. Если ты не умеешь остановиться и замереть, значит, ты не мастер. Потому что высшая добродетель, высшее качество и свойства мастера – это способность джун, это так в Китае называется, джунго, быть в равновесии, хранить средину. В любом абсолютно действии, собственно говоря, это суть вообще всех абсолютно китайских искусств. И искусство любви тоже. То есть это способность, но джун – это самая средина, она никогда не в пространстве и не в теле, она всегда во времени. Потому что высшая энергия, которая проходит через этот мир, это энергия времени. То есть шень – это есть дух, так называемый, это есть дыхание времени. То есть человек в китайской традиции состоит из трех каких-то базовых единиц описания. Это дзин, которая переводится на обычно по вторичному своему значению, как семя или сперма, значит, очень глупый перевод, с моей точки зрения, значит. Второе – это тси, которая переводится как пневма, значит, или энергия, или еще как-то. Это тоже глупый перевод. И третье – шень – это дух, значит. Как-то дух, так более-менее еще звучит. На самом деле у этих трех единиц человеческого тела есть по три ипостаси. Есть вещество, обязательно. То есть есть вещество ощущений, потому что, по сути дела, вот это самое дзин – это ощущение. И вот это самое дзин, оно накапливается в пяти внутренних органах, значит, которые соответствуют пяти стихиям – дерево, огонь, почва, металл, вода, и которые соответствуют пяти органам – печень, сердце, селезенка, легкие и почки в последовательности их порождения. И каждый из этих органов накапливает самую сущностную, как какую-то квинтэссенцию, которая является этим самым дзин. Из вот этих вот четырех органов надо понимать, что одновременно они накапливают и шень, и си. Там же накапливается и пять веществ, следовательно, пять веществ ощущений, пять веществ дыхания и пять веществ духа. И для вот если пять веществ духа – это в почках – это воля, в печени – это так называемые души хуни, это души, ответственные за восприятие времени, в сердце – это сам по себе дух шень, значит, в селезенке – это дух мысли, это дух ума, значит, в легких – это дух, который соответствует восприятию пространства, вещество за восприятие пространства. И вот я и говорю, что в почках, собственно говоря, это само семя дзин, которое и объединяет в себе все эти пять духов, квинтэссенцию. И именно оно способно, передаваясь, переходя от мужчины к женщине, вот, значит, откуда-то куда-то, порождать новую жизнь, которая воспринимает в себя дух, воспринимает в себя душу, информация, она передаётся через вот эти души восприятия времени. Души хуни являются бессмертными, их семь, которые пребывают в печени, три, и дух телесных, душ хуни за восприятие пространства. То есть, собственно говоря, как таковое вот это равновесие тройки и семёрки здесь получается у нас. Вот эти вот вещество, сила и качество, у каждой из этих трёх единиц, я имею в виду, есть вещество ощущений, есть сила ощущений, есть качество ощущений, есть вещество дыхания, сила дыхания и качество дыхания, есть вещество сознания, сила сознания и качество сознания, называется оно традиционным словом тело, дыхание и дух. И, собственно говоря, всё крутится вокруг этого, но только в том случае, если ты действительно познаёшь себя и работаешь с этими вещами, и делаешь эти практики, а практики заключаются в первую очередь через контроль дыхания, они происходят, потому что на вдох и выдох соединяет внутреннее и внешнее, как таковое, вдох и выдох, когда на вдохе, на вдохе дух погружается в тело, а на выдохе, собственно говоря, тело поднимается в область духа. И, собственно говоря, абсолютно такой же механизм взаимодействия мужского и женского начала, потому что всё, что взаимодействует, взаимодействует в циклах, которое представляет собой, если мы берём круговорот года, то зимнее солнцестояние представляет собой точку максимального выдоха, где инь, достигнув своего предельного развития, начинает превращаться в ян, и начинается вдох года, и в точке летнего солнцестояния ян достигает своего предела, это вдох доходит до своего верха, и начинается выдох усиления инь. По сути дела. И, собственно говоря, любое действие обязательно представляет собой действие дыхания, которое эти вещи в себе воплощает, и суть, собственно говоря, дао любви как такового, искусства любви, оно полностью заключается в том, насколько ты умеешь своим дыханием владеть. Мне больше сказать нечего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...